Итак, сегодня среда, 25 ноября. У нас с вами вебинар, вебинар компании Мизобров. Как же называется вебинар? Преображение за час. Мы с вами будем преображаться за один час. Всего за один час. Итак, первая тема – быстрый фулл фейс. Я даю слово быстро-быстро, Елене Бариновой. Елена, давай я буду твоей моделью. Скажи, какие препараты ты мне выберешь для быстрого фулл фейса? И я тебе даю карандашик, рисуй на мне. Практически любого пациента можно быстро восстановить за час. Это экспресс-процедура, которая подойдет пациенту любого морфотипа. Но единственное, что реперные точки могут быть немного различными. Так что смотрите на возраст своего пациента, на определенные дефициты объема в определенных областях, такие как подбородочная зона, мантибулярный угол и скуловая зона. И так, как можно быстро восстановить, это, конечно, имплантировать какое-то количество филлера. А вот какое, один, два, три миллилитра, это уже решать вам. Итак, есть реперные точки, я их обозначу здесь, на окне. А филлер-то какой ты мне будешь колоть? Ты мне сейчас скажи, что ты колоть не собираешься. У нас есть прекрасный филлер Дерли Стронг. Дерли Стронг подходит для объемной коррекции, для объемного моделирования. Данный филлер содержит миллилитр, даже больше. Производитель помещает шприц немножко побольше, на 0,1. Таким образом, вы имеете достаточно большой объем, комфортный, эргономичный шприц. И вводим определенное количество некоторой зоны. Итак, где реперные зоны? Это скаловая зона. Если вы хотите восстановить лицо деликатно, то не нужно большое количество филлер. Буквально по полмиллилитра с каждой стороны. Ты мне даже можешь написать здесь, какой объем будешь использовать. Итак, 0,5. И с другой стороны так же. Теперь посмотрите, как восстановить край нижней челюсти, как сделать более гармоничное лицо. Конечно, нужно увеличить подбородок. Итак, дальше корректируем подбородок. Мы берем 1 мл филлера Derli Strong и помещаем этот миллилитр в область подбородка в 3 точки. Иницируем иглой. И через 5 минут мы имеем другое лицо. Если необходимо, мы можем добавить еще по полу шприца в область мантибулярного угла. Столько же, сколько мы добавляли в область скуловой дуги. Итак, мы имеем основу. И после этого применяем лифтинговые методы. Это жидкие бионити, фибролифт-софт. Фибролифт-софт универсальный препарат. Опять же, подходит любому пациенту, любому морфотипу. И вообще говоря, практически любого возраста. Когда у пациентов только появляется проявление старения и так далее. И теперь все будет зависеть от курса процедур. Обычно это 1, 2 или 3 процедуры с интервалом месяц-полтора. Канюльные техники – это самые лифтинговые техники. Поэтому мы используем канюлю и несколько точек доступа. Из области скуловой дуги, большой канюлей 22G на 7, 10 мм. Мы распределяем жидкие нити армирующей техникой и распределяем в виде сетки. Сетка держит. Это нужно всегда знать и понимать. Есть реперные точки. Они определяются по виду каждого пациента. Но эти точки будут способствовать лифтингу. Итак, в области модемулярного угла мы тоже делаем лифтинговую точку. И, конечно, нам нужно поддержать область второго подбородка. Под краем нижней челюсти проводим векторы и укрепляем зону второго подбородка, субментальную зону. Из центральной точки мы тоже проведем линии. И посмотрите, какая хорошая армирующая плотная сетка на лице. Результат мы незамедлительно увидим сразу после процедуры. Кожа будет хорошо выглядеть через неделю, две и к Новому году. Елена, скажите, пожалуйста, это все за один сеанс? Да, конечно, можно сделать за один сеанс. Отлично. Вот эту процедуру, которую вы увидели, сейчас услышали от Елены Бариновой, мы делаем за один сеанс. Меня за один сеанс преобразили. Но мы с вами не закончили фулл фейс, быстрый фулл фейс. Я тот пациент, который требует качества кожных покровов. Мне нравится качество, роскошь, текстура кожных покровов. Итак, Екатерина, можете порекомендовать что-то об этот же сеанс? Мне, как пациентке, такой требовательный и взыскательный. Очень сложно, конечно, вам порекомендовать, что ли, Борьга Николаевна. Я поддержу с Еленой Барином, что она выбрала великолепную коррекцию. Действительно, даже такую процедуру можно сделать не за час, а за полчаса, учитывая, что можно не использовать топический анестетик. И процедура имплантируется комфортно и хорошо. Но мы помним, что сейчас зима на дворе, и наша основная задача – постимулировать клеточный иммунитет кожи, повысить защитный потенциал. И в данном случае полидезоксирибонуклеинаты нам помогут. И конкретно для вас, Ольга Николаевна, и для большинства наших прекрасных пациентов я бы предложила препарат под названием «Меликхиллер комби». Это флакон объемом 3 мл, синергизм полидезоксирибонуклеинатов и гиалуроновой кислоты. Не только увлажнит ткани, даруя красивую бархатистую текстуру, но выровняет рельеф и может профилактировать появление эритрокуперозных элементов, гиперпигментных очагов и в целом улучшить качество кожи, но и максимально сократить сроки реабилитации после инвазивных меродов коррекции. Итак, я поняла следующее, что мне за один сеанс рекомендуют вот эти три препарата. Первый – это филер Дерли Стронг, второй препарат жидкие Бионити Фибролифт Софт и третий препарат для качества кожных покровов – это хилер комби на основе полидезоксирибонуклеинатов. Я вас правильно поняла, коллеги? Да. И вы меня преобразите? Пойдемте уже проводить. Пойдемте. Я буду готова и буду рада преображению. Итак, мы продолжаем преображаться за час. И следующая тема – коррекция переорального и переорбитального участка. Скажите, доктора, разве это можно за час преобразиться? Конечно. Можно и даже нужно. Тогда я отдаю себя в ваши руки. Мы знаем, что у нас глаза зеркало души и маркер возраста. И точно так же, как и для женщины, переоральный участок. Поэтому вовремя проведенная качественная манипуляция позволит профилактировать образование кисетных заломов и профилактирует опущение комиссуральных углов вниз. Поэтому на лицо у нас есть немножечко опущение комиссурального угла. И здесь нам поможет предложить, что в первую очередь заранее проведенная процедура жидкими нитями позволит укрепить каркас тканей. И для того, чтобы максимально вытолкнуть, при этом не утяжелять данную область, нам на помощь придут нити типа скрюма. Об этом говорим много и часто. Они бывают разных размеров, бывают разных конфигураций. И для того, чтобы красиво, грамотно приподнять эту область, мы будем имплантировать наши ниточки из-под морщины максимально стремиться вверх против векторов старения. Чем плотнее мы поставим наши нитки, имплантируем, чем плотнее будут коннекторы, тем лучше будет лифтинг-эффект. Вдобавок ко всему мы можем имплантировать нити типа скрю в область носогубной складки и добавить немножечко моно-ниточки в область кисетных морщин поперехдермальных заломов. Вдобавок ко всему, Ольга Николаевна, необходимо скорректировать... Вы красиво нарисовали? Понятно. ...объем и контур губы. И в данном случае филер незаменимый, нужен большой объем геля. Наша задача пройти по контуру, по красной кайме с целью легкого формирования красивого изгиба и формы, и качества губ. Тем самым одномоментно мы с вами прорабатываем область губ, область переоральную с захватом переоральной зоны, с захватом зоны морщинной скорби, носогубной складочки. И такая манипуляция позволит... У меня нет морщин скорби. ...естественно. ...решить проблему, немножечко сократить реабилитационный период и разом решить все проблемы на одной области у пациентов, которым чуть больше, чем 30 лет. Спасибо за комплимент, конечно. Продолжаем корректировать мой переорбитальный участок. За час. Меня мои доктора преображают за час. Очень часто у наших пациентов в переорбитальной области наблюдаются отеки. Именно поэтому для коррекции сегодня мы выбираем препарат, который не содержит гиалуроновую кислоту. Это препарат Юлик Хиллер Стронг. Мы его будем имплантировать в переорбитальный участок микробугарковой техникой, достаточно глубоко, в нижние слои дермы. Мы будем инъецировать полностью всю переорбитальную область, захватывая гусиные лапки и уводя инъекции в височную область, для того, чтобы создать лифтинг-эффект и приоткрыть наш глаз. Взгляд. Взгляд. Все верно. Также мы можем проводить инъекции под бровь и вплоть до ресничного края. Для того, чтобы открыть взгляд, мы также можем использовать плотный филлер. Мы делаем инъекции глубоко, накосно, под самый край брови. Я нарисую такими большими точками. Орбита становится более выпуклой и взгляд более открытый. Для коррекции носослезной борозды мы видим, что у нас есть немножко западения с помощью конюля. Слегка-слегка. Чуть-чуть. Мы выбираем конюлю 25G и заходим достаточно глубоко и раскладываем филлер микроболюсной техникой, тем самым восстанавливая дефицитные участки. Такая процедура позволит быстро и эффективно решить все проблемы в области орбиты. Александра, я так поняла, ты мне назначаешь три препарата. У тебя в руках два филлера Дерли. Один филлер Стронг, другой Аква для носослезной борозды. Филлер Дерли для поднятия надбровной дуги Дерли Стронг. Но самый основной – это препарат на основе полидезоксрибонуклеинатов. Это Хиллер Стронг. Обратите внимание, Хиллер Стронг. Я, честно говоря, его обожаю больше всего. Для периорбитального участка это идеальный препарат, который решает абсолютно все проблемы. Препарат нормализует микро-работу микроциркуляторного русла, обладает иммуномодулятивным действием. Поэтому никогда не будет отеков, никогда не будет гиперпигментации. И далее он работает для уплотнения кожных покровов. Ну а лифтинг, заполнение – это, конечно, филлеры. Преображаемся за час. И следующая тема – пациент деформационного типа. Мы поменялись местами для того, чтобы было интереснее работать с нашими моделями. Итак, слово Елене Бариновой. Лена, что же ты назначишь нашей коллеге Александре? Итак, представим, что здесь пациентка деформационного типа. Ну, мы представим, у нас большое воображение. Соответственно, таким пациентам не нужно применять большое количество филлеров в нижней трети. Ни в коем случае нельзя задерживать лимфоток. Нужно хорошо дренажить такого пациента. И такому пациенту хорошо подходят липолитики непрямого действия. У нас два прекрасных липолитиков пептидных непрямого действия. Это пертолипокондор, мягкий препарат, который действует сразу. Через несколько часов вы уже увидите эффект. И второй препарат производства Южной Кореи – это Веслин. Юлик. И давайте подумаем, на какие зоны мы инъецируем липолитик. Итак, у пациента деформационного отечного типа. Обычно появляется нависание над носогубной складкой. Обычно в проекции брыли тоже необходимо работать непрямым липолитиком. Это достаточно безопасно. То есть мы вводим подкожно небольшое количество препаратов и применяем технику инфильтрации. Обязательно субвентальную зону, субмандипулярную зону. И вот то, что я нарисовала, то есть мы облегчаем всю зону под скловой дугой. Следующее, то, что мы можем применить, это, конечно, жидкие нити. Потому что жидкие нити – препарат нестабилизированный. Это Фибролифт Стронг или Фибролифт Софт в зависимости от пациента. Фибролифт Стронг работает прекрасно на пациентах-деформатиках, потому что у них тяжелые ткани. В данном случае можно смешать непрямой липолитик, пепто-липоконтр и Фибролифт Стронг. Смешать в одном шприце и проработать сразу лицо пациента. Это будет быстро, надежно и через несколько дней уже эффект. Как работать жидкими нитями в таком случае? Опять же, подходит техника создания сетки большой конюлей 22G на 70. Мы обычно работаем в Фибролифт Стронг. Смешение спепто-липоконтр, еще раз повторяю. И создаем армирующую сетку у такого пациента. Не забудьте, что под краем нижней челюсти необходимо тоже создавать армирующие векторы, субментально-самбандибулярный участок с особыми техниками, плотная армирующая сетка. Итак, такая схема пациента. Что еще подходит пациенту? Это, конечно, нити, потому что нити не создают отека, нити не задерживают жидкость в тканях пациента. И мы рекомендуем армирование нитями моно и скрю. Это прекрасный метод лифтинговый, который даст прекрасно пролонгированный результат. Продолжаем работу дальше. И для пациента деформационного типа, для коррекции проблем, я предоставляю слово Екатерине Лаврентьевой. Деформационный тип встречается в нашем кабинете все чаще и чаще. И мы знаем очень много про то, как правильно корректировать. И методов огромное количество. Я полностью соглашусь Леной Бариновой, что первый этап при работе с пациентом – это нормализация лимфоотока или политическая терапия. Вторым этапом после того, как мы убрали лишний объем жировой клетчатки, наша главная задача – переместить ткани туда, куда хочется нам поднять. Обычно показывают нам сами пациенты. Это будет точка имплантации нитей. И нити здесь могут быть совершенно разные. Если перед нами такой молодой пациент, как наша юная Александра, мы можем взять в работу классические мононити. Они бывают разных размеров, бывают разных модификаций из разного материала. В данном случае подобные нити будут давать очень хороший лифтинг-эффект и хороший дренаж-эффект. Здесь очень важно то, как мы будем их имплантировать, и то, какое количество мы поставим. Здесь секрет успеха заключается в том, что чем больше мы поставим нити, тем будет лучше результат. В отличие от скрюнити, мы будем имплантировать обычные мононити сверху вниз, создавая такую хорошую решетку. Чем плотнее мы будем это делать, тем лучше у нас будет результат. Мы будем работать в проекте «Живательная мышца» с захватом края нижней челюсти. Это будет первое хорошее звено. Через 2-3 месяца после имплантации нити мы будем оценивать с вами результат полученной работы и если вдруг нам не хватило с вами результата, то можно имплантировать нити типа БАРТ, 3D, 4D, спиральные нити. Большое количество нитей не надо, это достаточно будет 3 с одной стороны, с целью как раз-таки создания хорошего лифтинга. И Лена очень грамотно заметила, что таким пациентам нет нужды вводить большого количества филеров, потому что они будут утяжелять, притягивать вводы и создавать еще больше отек на лице. Но если мы будем рассматривать комплекс на нашем Александре, то мы заметим, что у нас есть небольшой дефицит объема подбородка. И здесь можно с целью гармонизации пропорций лица, немножечко вытягивания вперед, сделать с небольшим количеством подбородок, аугментировать. Можно в 2 точки, можно в 3 с обязательным укреплением ткани в области подбородочной связки. Тем самым мы гармонизируем нижнюю треть и еще чуть больше переместим ткани относительно тела подбородка. И мы получаем с вами такую не за час преображение, немножечко размазанное во времени, но с очень пролонгированным результатом. Преображение за час, мы продолжаем преображаться. И сейчас мы будем преображать Екатерину Лаврентьеву. Екатерина, вы готовы? Как всегда готовы. У нас с вами лифтинг-реструктуризация. Обратите внимание, лифтинг-реструктуризация – это лифтинг и реструктуризация инновационными пептивными комплексами. Александра, вы ближе к Екатерине. Вам слово и вам карандаш в руки. Хорошо. Итак, обратим внимание на нашу сегодняшнюю модель. Какие дефекты мы здесь можем увидеть? Мы видим небольшое западение в области носогубной губоподбородочной складки. Мы видим тонкую кожу в переорбите. Мы видим достаточно дефицит объема в области носослезной борозды. И для того, чтобы скорректировать данные объемы, мы не будем сегодня использовать стабилизированную гиалуроновую кислоту. Мы не будем использовать фильтры. Сегодня мы пойдем по пути восстановления кожи. И препарат я выбрала Ренова Релитал Реструктуризант. Для того, чтобы создать лифтинг эффект и переместить все ткани в область куловой дуги, мы возьмем большую конюлю и сделаем активную сепарацию. Через одну точку мы будем плотно-плотно раскладывать вектора с помощью конюли. И после этого будем заливать полностью всю площадь. Тем самым препарат глубоко, равномерно будет распределяться в подкожно-жировой клетчатке и нижних слоях дермы и давать нам выраженный лифтинг эффект. В этом препарате содержится помимо лифтинговых пептидов, пептиды, которые работают на цвет кожи. Следовательно, мы будем купировать всю гиперпигментацию, застойные пятна постактны. Мы будем сокращать поры. Мы будем делать очень влажную, плотную, красивую кожу. На нижнюю треть лица я бы рекомендовала использовать пропитывающую технику, для того, чтобы сделать кожу в нижней трети более плотной. Мы будем брать иголочку 13 мм и зашивать крест-накрест, плотно-плотно создавая сеточку, заходя за край нижней челюсти, прошивая каждый сантиметр нашей ткани. В области орбиты мы сделаем бугорковую технику, микробугарковую. И полностью прорабатывая нижнее веко, верхнее веко, надбровную дугу, будем корректировать мелкие морщинки, гусиные лапки и создавать открытый взгляд. Продолжаем лифтинг и реструктуризацию. Ваше видение. Пожалуйста, Мария Романова. Сейчас я хотела с вами поделиться знаниями о таком препарате, как Аквапептолифт, IPL-комплекс. Хочу напомнить, что основное свойство кожи – это защита. И чтобы поддержать данную функцию, нам необходимо использовать этот препарат. В каких случаях? Для подготовки к каким-то сильно инвазивным процедурам, таким как лазерная шлифовка. Для реабилитации после ультрафиолетовых лучей, после отдыха, в зимний период. Также поддержать стрессовую кожу. Реабилитация после пилинга. Как мы используем этот препарат? Можем использовать иглой, можем работать конюлей. Сейчас я нарисую на модели конюльную технику. Выбираем точку инъекции на скуловой дуге. И проводим вектора вниз к носогубной складке, не пересекая ее. Выбираем реперную точку и мягко работаем конюлей гиподермия, пересекая носогубную складку. Также данным препаратом мы можем работать иглой, создавая лифтинг, увлажнение и поддерживая водно-липидную мантию дермы и эпидермиса. Продолжаем лифтинг и реструктуризацию инновационными пептидными препаратами. Это очень красивый сеанс. Это очень хороший сеанс. Это комфорт, качество кожных покровов. Но это и здоровье кожных покровов. Девочки, можете что-то еще добавить? Да, конечно. Напомню, что в состав препарата входят две фракции. Это флакон с гиалуроновой кислотой и ампула 5 мл с пептидными компонентами. Благодаря такой конфигурации мы можем проводить трехуровневую реструктуризацию дермы. Мы можем работать глубоко конюлей и с помощью иглы вводить препарат в средние слои дермы, а пептидную ампулу мы можем нанести на поверхность кожи методом поверхностного или срединного напажа. Таким образом мы поработаем во всех слоях кожи и дадим глубокий, насыщенный эффект изнутри. И создадим качественное увлажнение и лифтинг тканей. А у вас есть молодые пациенты? Конечно же есть. Итак, мы с вами работаем с молодыми пациентами. Протоколы эстетической коррекции молодых пациентов. Мы взяли нашу Марию, нашу самую молодую коллегу и будем работать с ней. Екатерина. Большое заблуждение, что с молодыми пациентами работать не надо. Их надо отпускать и ждать, когда появятся первые маркеры возраста на лице. Но это активное такое большое заблуждение. С пациентами надо работать, потому что они тоже имеют какие-то эстетические дефекты. Ведиакны, постакны, начальных признаков сухости. Очень важный момент при работе с пациентами юного возраста. Это исключение из арсенала большого количества пептидов и стимуляторов. Потому что у них и так нормально работает регенеративный потенциал клеток. И стимулировать им нечего. Поэтому наша основная задача здесь увлажнять, работать над качеством кожи, над плотностью, над фактурой. Выбирать расширенные поры, купировать явление постакны и профилактировать маркеры возраста. Поэтому в нашем арсенале есть препараты для молодых пациентов в том числе. И я для коррекции нашей прекрасной юной Марии Романовой выбрала два пациента. А именно Ауравители линейка и препараты H-A-Mix 1,2 и пептаминовид. В Ауравители H-A-Mix 1,2 есть три препарата. Разница в соотношении веса гиалуроновой кислоты и концентрации пептидного остатка. Поэтому 1,2 идеальны для молодого пациента. Здесь это биоревитализант, который содержит два веса гиалуроновой кислоты. И средний вес и высокий вес, который увлажнит, активно снимет воспаление. Но воспалительных элементов здесь нет. Поэтому здесь в данном случае хорошо пройдет работа с иглой. Классическая бугорковая техника, пропитывающая техника. Позволит насытить нам все ткани, максимально увлажнить, поработать над качеством и спрофилактировать явление. Можно добавлять, если есть какие-то начальные признаки дермальных взломов, добавлять штриховые техники или микросепарирующие техники, которые позволят без применения стабилизированных препаратов приподнять дно дермальных морщин и максимально сгладить рельеф. А для качества кожи, для появления бархатной фактуры, для цвета, особенно у пациентов, кто склонен к воспалительным элементам, мы рекомендуем использовать препарат под названием пептоаминовит. Этот препарат давно нам полюбился, активно очень используется. И препарат один из самых лучших для зимы. И мы здесь можем тоже в микробугорковой технике работать в орбитальной зоне, приподнимая дно дермальных морщин, работать после каких-то аппаратных или пилингов с целью стимуляции регенеративного потенциала клеток. И самое главное, что он содержит большое количество аминокислот, которые мягко действуют даже на молодую кожу, без гиперпродукции коллагена, без гиперсекреации эластина, тем самым еще больше подчеркиваем молодость и свежесть наших юных пациентов. С молодыми пациентами можно работать дальше, дальше и дальше, больше, больше и больше. Это устранение той симптоматики негативной, которая у них уже появилась, но самое главное, это профилактика. И со мной по левую руку, по левую, левая рука, по левую руку сидит самый опытный доктор моей компании, это Елена Баринова. Лена, можешь что-то добавить к лечению и коррекции? Конечно, я расскажу о другой терапии молодых пациентов. И здесь назову беспрективные препараты, но которые содержат полинуклеотиды. Итак, Нюлик, Хиллер, Комби. Это регенерант, но это прекрасный легкий регенерант, который содержит, также комбинированно содержит гиалуроновую кислоту невысокого веса, порядка миллиона дальтон. Это великолепный препарат, который действует практически моментально, то есть уже через 3 дня пациентка увидит великолепный цвет лица, выглаженность кожи и различные мелкие дерматоэстетические дефекты тоже будут постепенно лечиться. Сколько нужно сеансов? От 1 до 5 сеансов с интервалом где-то 10 дней. Техника элементарная, техника бугорковая, тонкая игла 32G, что делает очень комфортно такую процедуру. Итак, данный препарат можно использовать также в переорбитальном участке, что снижает вероятность появления темных кругов, отеков и так далее. Итак, это регенерант. Следующий препарат, который прекрасно подходит молодым пациентам, это препарат из линейки Ренова, Ренова Ультрадер. Здесь нет пептидов, и в этом прелесть данного препарата. Здесь содержится аминокислота, здесь содержится витаминный комплекс, заключенный в наноцомы. Наноцомы – это специальные носители, которые способствуют сохранности ингредиентного состава. Опять же, техника элементарная, бугорковая техника, в основном для таких молодых пациентов. Если же у ваших пациентов имеются первоначальные симптомы старения, вы можете использовать препарат Ренова Ультрадерм техникой конюльной. Итак, игла или конюль выбирать вам. И тот, и другой препарат мы можем использовать в переорбитальном участке вплоть до ресничного края. Все эти препараты комфортны и не оставляют никаких папу. Лена, ты еще не уточнила, можно использовать пропитывающую технику. Пропитывающая техника – одна из самых универсальных. То есть тогда, когда у пациента требуется профилактика дерматоэстетических проблем и плюс легкое лечение, лечение тех воспалительных элементов, которые могут быть. Если у пациентов имеются какие-то рубчики, постакно, то также ультрадерм прекрасно справляется с данной задачей. И еще один препарат универсальный, который подходит пациенту любого возраста, но молодому тоже, он содержит пептиды. Это препарат 3D-ICE. 3D-ICE – препарат, который на основе нестабилизированной гиалуроновой кислоты и среднего мукликулярного веса до 500 кДт. Поэтому по флаконам можно смело расходовать на переорбитальный участок. Это скорректирует темные круги, спрофилактирует появление отеков. Особенно будет действовать положитель на кожу переорбитального участка. И оставшееся количество препаратов во флаконе можно расколоть и по другим участкам шеи и лица, если это необходимо. 3D-ICE. Продолжаем с вами преображаться за час. Я всегда говорю о том, что уже шея декольте выдает возраст пациента. Очень сильно выдает этот возраст. Мы зачастую прячем шею декольте, одеваем водолазки, шарфики, платочки. Но я сегодня, к счастью, смогла открыть свою шею декольте благодаря одному из препаратов. Это препарат Skin Booster. Это мой любимый препарат, который всего дважды использовали на мою личную шею декольте. И эффекту я просто поражена. Я ему очень поражена, тому клиническому эффекту, который достигнут был на мне. Поэтому сейчас, тогда, когда мы будем преображать шею за час, шею декольте, я буду говорить именно об этом препарате. Со мной рядышком лежит, сидит, стоит, как это сказать, стоит, сидит Елена Баринова. Лена, я сейчас сама тебя буду преображать вот этим препаратом Skin Booster. Это бренд ULIT, частично стабилизированная гиалуроновая кислота, обогащенная ПДРНами, полидезокс-либо нуклеинатами. Итак, шея декольте. Самое главное, вот этот препарат не колоть поверхностно. Его надо колоть бугорками. И участок декольте и шеи мы колем, 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 колем бугорками. Я нарисую вот такие вот линии. Вот такие линии. Эти линии не означают, что мы с вами работаем конюлей или какой-либо техникой пропитывания, не пропитывания, трассирующей техникой на выходе иглы или конюлей. Нет. Я нарисовала эти линии для того, чтобы вдоль них нарисовать вот такие бугорки. Бугорочки, бугорочки, бугорочки. Равномерно покрываем участок декольте и участок шеи бугорками. Ровно, ровно, ровно. Пока я рисую еще на декольте. Сейчас я перехожу на участок шеи, бугорочки. Немножечко неудобно рисовать, конечно. До края нижней челюсти. И заходим даже немного вверх в направлении скуловой дуги. И вот эти линии я вам нарисовала для того, чтобы просто было понятнее вам, каким образом мы колем нашего пациента. В восходящем направлении не забывайте, всегда игла вводится в направлении снизу, сверху вниз. В направлении сверху вниз. И поднимаемся вот таким вот образом от границы, от той границы, откуда мы начинаем проводить инъекции, вверх до края нижней челюсти. Вот таким вот образом бугорками выложили данный препарат. Далее я беру белый карандаш. И что я буду делать? Я буду рисовать штриховую технику. Мы штрихуем участок декольте и участок шеи. Там, где у пациента имеются морщинки. Допустим, имеется горизонтальная линия, которая идет от плечевого сустава. К средней линии грудины я нарисовала так называемую морщину. И вот эту морщину мы штрихуем, штрихуем, штрихуем обязательно поперек. Я нарисовала вот такие вот большие штрихи для того, чтобы было наглядно видно. Желательно штрихи делать иглой длиной 6 мм. Это самая идеальная игла 6 мм. Это комфортная игла, которая затрагивает полностью ширину всей морщины. Далее поднимаемся выше. Горизонтальные линии морщины. Так называемые кольца Венеры. Я их тоже нарисовала белым карандашом. И вот такие вот поперечные штрихи вдоль горизонтальных морщин шеи. Не забывайте препарат на основе частично стабилизированной гиалуроновой кислоты. Поэтому колоть его надо глубоко на границе с гиподермой. Всегда кулите глубоко, глубоко, глубоко до легкой, легкой визуализации препарата. Работать с шеей декольте можно совершенно различными препаратами. Я показала только один из препаратов, мой любимый. Но я сейчас предоставлю слово Екатерине Лаврентьевой. Она вам расскажет, вас познакомит еще с препаратами с дальнейшими. Шея – это очень благодарная область для работы. Но зачастую мы забываем о том, что она тоже является очень важным маркером возраста. И чем старше мы становимся, тем больше маркеров мы накапливаем. Плюс ко всему не забывайте, что это такая зона, подвержена частной травматизацией. И там появляется очень много каких-то нежелательных явлений в виде кератом, попелом, десхромий. И поэтому шеей заниматься надо. Чем раньше мы будем этим заниматься, тем будет лучше клинический результат. У нас в арсенале много продуктов для работы с шеей. У нас есть топический продукт, который называется Ауровителия 3D-некодекольте, который разработан специально для области декольте. Его можно индицировать от сосковой линии, заканчивая краем нижней челюсти. И он будет работать как раз таки с локальными гиперпигментными очагами, приподнимая дно дермальных морщин, улучшая оптические характеристики кожи и повышая клеточный иммунитет кожи. Работать ему в сплошное удовольствие, очень просто. И клинический эффект развивается здесь и сейчас, буквально через 2 дня после процедуры. Пациент видит, насколько качественно изменились его кожные покровы. Работать мы будем классической бугорковой техникой, с хорошим, таким небольшим шагом, с большой дозой. Флакон 5 мл рассчитан однократно ввести одному пациенту на участке лицо ше-декольте с обязательным захватом задней боковой поверхности. То есть не стоит замыкать свою работу только на видимых участках. Чем лучше мы будем прорабатывать задние боковые поверхности, тем лучше мы будем видеть результат нашей работы, и пациент в том числе. Плюс ко всему не забывайте прорабатывать околоушную зону, там, где у нас висят бриллианты, у нашей великолепной Елены. Тем самым, чем плотнее мы будем работать здесь, тем будет лучше сокращение ткани и перемещение тканей. Тем самым мы получим более гладкие ткани по серединной поверхности шеи. И всегда помним о том, что полидезоксирипонуклеинаты после определенного возраста, 30-35 лет, это просто мастхэв для любого участка шеи, декольте, лица, тела, неважно. Они созданы для того, чтобы восстанавливать клетку изнутри. Это может быть керотиноцид, фибробласт, ангелоцид и так далее. Поэтому хотя бы периодически мы должны им индицировать препараты ПДРН, содержащие в область шеи. Это могут быть какие-то штриховые техники ввода, это могут быть микробугарковые техники, могут быть канульная техника ввода, в зависимости от того, какую проблему мы с вами будем решать. И если мы будем сочетать в рамках одного курса два этих препарата с хорошим интервалом и хорошим количеством процедур, мы получим удивительные результаты, которые позволят не только очень быстро и красиво восстановить уже имеющиеся какие-то маркеры возраста, но и спрофилактировать и дальнейшее развитие и появление. Сейчас я отдаю себя в руки Марии для преображения. А преображать мы будем мои волосы. Маш, честно, у меня проблем нет никаких, как я думаю. И я хочу, чтобы у меня проблем не было вообще с волосистой частью головы. Что бы ты мне порекомендовала? Ольга Николаевна, чтобы по-прежнему у вас не было проблем, в дальнейшем мы с вами возьмем два препарата. Один препарат у нас содержит пептиды. Это видно из названия. Он называется пептохея. Мы будем чередовать данный препарат для мезотрихологического сеанса с препаратом, который называется хилер комби для регенерации, который содержит ПДРН. Какой же сеанс нам проводить? Сколько раз? Нужно смотреть в зависимости от пациента. Ольге Николаевне бы я порекомендовала провести два-три сеанса препаратом пептохея и два-три сеанса препаратом хилер комби. А поддерживающие сеансы? Да, конечно. Чтобы сохранить эффект, я рекомендую один сеанс в полтора месяца. Уважаемые слушатели, я вам хочу сказать, что для того, чтобы волосы были здоровые, блестящие, чтобы они росли и продолжали расти, и как я говорю, что к 80 годам у вас не была просвечивающая голова, пожалуйста, начинайте работать вот этими препаратами как можно раньше, с молодого возраста. Итак, мы сейчас в руках все держим ампульную косметику. Я специально своим докторам, коллегам сказала так. Возьмите каждый для себя вот эту ампульную косметику. Итак, ампульная косметика. Это ламиллярная ампульная косметика. Это косметика в ампулах. И она называется ревитализанты в домашних условиях. Особенно тогда, когда были объявлены каникулы в нашей стране в апреле-майе, вот эта ампульная косметика или ампульные ревитализанты были очень-очень актуальны, потому что мы не могли с вами ходить к косметологам, проводить текущие какие-либо процедуры, уходовые, особенно ревитализацию. Но сейчас это так же актуально, как и было раньше. Вот этой ампульной косметикой, вот этими ампульными ревитализантами вы можете закрывать абсолютно любую процедуру, которая проводите, процедуру инъекционную в вашем салоне, в вашей клинике. То есть тогда, когда вы колете пациента, вы выбираете какое-либо предназначение, вернее, препарат с определенным предназначением для вашего пациента, и в завершении процедуры открываете вот эту ампулу и наносите вашему пациенту. И плюс вы ему рекомендуете домой, то есть продаете пациенту домой, он пользуется, пользуется дома ежедневно. Я для себя выбрала ампульный концентрат или ампульную косметику или ревитализант с увлажняющим действием, потому что у меня самая основная проблема это потеря влаги, отсутствие влаги, недостаток влаги в кожных покровах. Это мой бич, и когда я прихожу к косметологу, я всегда говорю, в первую очередь, влага, влага, еще раз влага. Пожалуйста, имеется бренд Aura Vitelli, ампульная косметика, ампульные ревитализанты для использования дома, с увлажняющейся целью или предназначением. Rinkle Control – это контроль морщин. Пациентам 2-й, 3-й возрастной группы очень подойдут вот эти вот ампулы, где можно использовать. Это лобная зона, горизонтальная морщина лба, это переорбитальный участок, это гусиные лапки, морщина пересекающая костный край орбиты, а также шея. Если вы увидите горизонтальные морщины шеи или морщины декольты, то можно использовать такую ампулу. Я теперь поняла, почему у нас Елена Баринова выглядит так красиво, шикарно и ухоженно, потому что она и утром, и вечером пользуется вот этими ампульными концентратами, ампульными ревитализантами дома, которые устраняют морщины, являются прекрасной профилактикой. А теперь, Екатерина, что у вас в руках? У меня иммуноконтроль. Контроль – это моя любимая сыворотка, которая оккупирует все воспалительные явления, максимально оккупирует даже папулопустулезные элементы при акне и может великолепным быть помощником при закрытии пилингов, чисток, лихтоаппаратных методик и применяться после инъекционных манипуляций. Она содержит пользу в сетеболтонуклеинат и максимально быстро и грамотно восстанавливает защитные функции кожи. Я сделаю еще свои комментарии. Вот, честно говоря, из моих рук это самые продаваемые ампулы. Когда мои знакомые и приятели спрашивают, Оль, вот дай нам что-нибудь помазаться, что-то мы слышали у тебя, там такие есть какие-то уникальные ампулы, я начинаю спрашивать, какие проблемы. Почему-то большинство мне говорят о том, что ни морщины, ни птоз кожных покров, а говорят, ну вот какие-то воспаления непонятные. Чего не мажем, никогда нет никакого результата. И вот эти как раз ампульные концентраты, ампульные ревитализанты, которые держат Екатерина в своих руках, я назначаю всегда, абсолютно всем. Это беспроигрышный вариант. И еще вот эти вот ампульные концентраты, они способствуют нормализации работы с сальной железы, уменьшают образование комедонов и таких и вот каких-либо подобных проблем. Александра. Ампульные концентраты Весел Контроль. Сегодня у наших пациентов все больше сосудистых патологий. Очень часто мы проводим терапию купероза достаточно длительными курсами, длительные инъекционные процедуры. Но также очень важно ухаживать за такой кожей и в домашних условиях. Это лечебное средство, концентрат в ампулах. Мы используем инъекционные процедуры в условиях кабинета, а домой мы даем эти ампулы. Также любую инъекционную процедуру, направленную на коррекцию сосудистой стенки, мы можем закрывать данными ампулами. Оно хорошо увлажняет кожу и убирает покраснение сразу после процедуры. Пациент выходит увлажненный и купируется вся краснота. На меня можно камеру? А я бы еще добавила по той ампульной косметике, которая в руках у нашей Александры, с красной этикеткой, Vessel Control, которая используется для лечения купероза. Я бы сказала так, что после 40 лет вообще наступает нарушение микроциркуляторного русла, работы микроциркуляторного русла у любого пациента. Поэтому возрастных пациентов абсолютно у всех после 40 лет вы можете назначать вот эти ампульные концентраты или ампульные ревитализанты или ламеллярную ампульную косметику. Итак, у нас теперь Мария. Мария, что у тебя в руках? У меня сыворотка Sensitive Control для чувствительной кожи. Мы видим, что на ней такой желтый цвет. Можно запомнить, что этот концентрат необходимо взять всегда с собой в отпуск. Когда у нас будет активная солнечная, инсоляция поможет восстановить кожу после загара, после шлифовок, после пилингов, а также очень подходит пациентам, которые находятся на терапии системными ретиноидами акне, восстановит гидролепидную мантию. Я со своей стороны добавлю следующее. Вот эти вот ампульные концентраты, ампульные ревитализанты, ламеллярная ампульная косметика, которая в руках у Марии, Sensitive Control, Sensitive, правильно я сказала? Для чувствительных кожных покров. Вот в моей практике больше всего я бы хотела сказать таких пациентов, которые говорят, что у меня очень чувствительная кожа, ну очень-очень чувствительная кожа, чтобы я не наносила всегда какие-либо реакции. Пожалуйста, вот если у вас появляются такие пациенты, которые говорят, что мы ничего не можем колоть, у нас всегда какие-то реакции, никакие кремы нам не подходят, ничего подобрать не можем, вот эти вот ампульные концентраты идеальны будут для ваших пациентов. Закончился час нашей работы, и тема нашего и нашей работы называлась «Преображение за час». Я считаю, что мы все, каждый из нас, преобразились за этот час. И это всего лишь маленькая доля того, что мы вам дали. Различных схем, подходов к данным проблемам, которые мы озвучивали, достаточно много. И у нас сегодня с вами вебинар или семинар, который вы смотрите, слушаете. А завтра, 26 ноября, в четверг, у нас семинар. В этих стенах, в стенах компании «Мезопров», семинар практический. А практически мы вам покажем совершенно новые схемы и совершенно иные комбинации. И каждый доктор моей компании вложит свою душу, частичку своей души, для того, чтобы дать вам новинку, что-то новое, необычное, инновационное, для того, чтобы вы приняли в свою работу. До новых встреч!